Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Я напоминаю, что в студии для вас работает Алена Борисова. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Олег Пека и нам помогает Евгений Копиин за звукорежиссерским пультом. И сейчас в нашей студии Рижский театр русской драмы имени Михаила Чехова. Конец года. Конечно же, всегда это очень насыщенное время. Это время, декабрьское время, время сюрпризов, Рождества. И желание, наверное, людей развлечься, сходить в театр, посмотреть что-то интересное. Сейчас мы поговорим о тех сюрпризах. Что можно посмотреть? Да, в театре имени Чехова. Да, доброе утро. Мы не представили наших гостей сегодня. У нас директор театра Дана Бьорг. Здравствуйте. И актер театра Родион Кузьмин Раизвих. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас микрофон включить, будет слышно. Доброе утро. Ну, давайте, может быть, действительно поговорим о сюрпризах. Что готовится, какая программа, какие мероприятия, вот именно настраивающие уже на какой-то рождественский, позитивный, может быть, лад людей. 13 декабря, это пятница, в нашем театре состоится премьера. И премьера не просто премьера, а действительно премьера в таком исполнении, что такой жанр в нашем театре еще до сих пор не предлагался зрителю. Это рождественский концерт. Настоящий концерт с новогодними рождественскими мелодиями, узнаваемыми на всех языках мира, не только на русском, но и на английском, итальянском, латышском, даже на польском языках. Поэтому мы ждем всех с нетерпением. Наши актеры очень вдохновляюще репетируют абсолютно без всякого жаления себя и своих сил. Это, конечно, очень приятно. Концерт, я уже вижу, что он очень красивый, он очень рождественский, и каждый гость, который придет к нам, уйдет воодушевленный в поисках этого рождественского чуда, которое мы будем пытаться подарить со сцены зрителю. А сколько актеров задействовано в этом концерте? Очень много, практически вся труппа. Большинство труппы. Все поют? У меня сразу вопрос. Знаете, оказывается, что при Сергею Анатольевичу Голомазове, нашем худруке и замечательной хозяйке музыкальной части нашего театра, Лилии Могилевской, запоют все. Потому что это как в анекдоте, там, Вован, когда я говорю, рисовать, там все рисуют, да, вот там картина Ростроповича у меня висит. То есть получается, что когда режиссер говорит, пой, все поют. И позавчера это было на Канзумском квартале, мы также, 30 ноября, мы открыли дверь в рождественское ощущение и наколдовали снег. Потому что мы спели целых пять песен про снег, который идет, и 30 ноября вечером он пошел. Да, это происходит в нашей стране, да, устроенной в Риге, да. Так что Рижский русский театр навлек на Ригу снег. А этот концерт 9 декабря состоится премьера, да, 13 декабря, да, слушатели тоже акцентируют на этом внимание, 13 декабря, и сколько его можно будет наблюдать? Играть мы его на данный момент будем всего лишь два месяца. Декабрь, январь. То есть по актуальности. А дальше мы посмотрим, по актуальности, да. Уже в феврале, 1 февраля у нас будет премьера Владислава Наставшего «Пять песен по памяти». Дальше у нас будет Геннадий Рафаилович Страстенецкий с братьями, братья Карамазовы. Ну а в мае еще думаем, какое из названий, но тоже будет очень интересный спектакль. А кто придумал концерт? Почему вдруг концерт? Это привычка? Я придумала. Это что-то... Очень необычное, действительно. Да, это новинка эстрады. В каком... Я вам отвечу на этот вопрос. 10 лет я работаю в театре, как актриса, потом немножко поменяла свое амплуа в театре. И мне всегда был вопрос, почему в нашем театре нет концертов? В национальном есть, в Дайло есть, в Алмире есть, везде есть, а у нас нет. Почему? И я абсолютно точно понимаю, ощущаю, что наш зритель тоже хочет чего-то подобного. Почему он должен ходить в театр Дайло-Селенациональный, а не в наш русский театр? Тем более, что столько мюзиклов идет сейчас в театре. Такие замечательные голоса. Вероника Плотникова, Максим Родион, Кузьмин Рейзих. И много-много других актеров, которые замечательно поют и умеют сделать любую песню целой историей. Танна, вот вы постоянно посещаете и Национальный театр, театр Дайло, чтобы понимать, над чем работают ваши коллеги, и быть в общей такой повестке дня или нет? Насколько часто вы отслеживаете? Ну, постоянно. Мы же ходим друг к другу на премьеры, мы все время в этой кухне варимся внутренне, поэтому мы знаем друг о друге, что происходит, где происходит, как, насколько. То есть навеяли, грубо говоря, идею коллеги, да? Уже годами, годами. Веют, 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 наконец навеяли. А я понимаю, что концерт, ведь это, я понимаю, что будет, ну, обыгрываться, наверное, каждая песня или каким-то образом будет? Значит, все действие происходит в аэропорту. Называется концерт рейс 2019-2020. И что же делать людям, которые ожидают свой рейс, который задерживается, как не петь? Вот мы и поем. Встречаются в этом месте очень много разных национальностей, людей, характеров, не связанных друг с другом повседневной жизни, но принужденные здесь и сейчас быть вместе и встречать Рождество. Небольшой спойлер такой был, но, кстати, по поводу концерта, может быть, еще театр к этому не располагает, но всегда невольно, особенно, когда, мне кажется, зритель слышит до боли знакомую мелодию, любимую песню. Он хочет двигаться, подпевать. Можно ли подпевать? Предусматривать ли ваш концерт? Нужно, нужно, необходимо. Встать, потанцевать на месте? Это было бы замечательно. И знаете, ну... Так, потанцевать, я думаю, Родион, вы немножко сейчас... Это было бы замечательно, да. Не делайте этого, но было бы, да. Ну, а что это за стереотип? Ну, как бы, мы работаем со зрителем вот так вот открыто, и действительно очень такая праздничная штука, которая, ну, я бы не смог сидеть на месте, не знаю. Может быть, это как-то претит регламенту поведения в театре, но это действительно такая даже немножко хулиганская история, поэтому мне очень интересно, как зрительно это откликнется, и очень быстро раскупают места. Как-то, я не знаю почему, может быть, из-за этого хулиганского нашего какого-то плаката, где все такие довольные рождественские, может быть, это из-за какого-то слуха, но, в общем, спешите. Это будет что-то нереальное, я не знаю. Какие песни? Вот мы можем ли приоткрыть завесу? То есть, ну, хотя бы намекнуть, то есть, это песни на английском, русском, латышском... На разных, на разных. Хотя бы одну... Happy New Year! Совсем неожиданно было бы. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чему-то ждет. У вас потрясающий голос. Вот и открыли. Вы начали говорить об амплуа. У нас до этого на вашем месте сегодня, несколько минут назад, была ректор Ресебы, госпожа Синникова. Она рассказала о том, что вы и преподаете у них в том числе. Преподавала. Четыре года преподавала. Преподавали, да, а сейчас прекратили свою... Ну, уже давно, сколько, три-четыре года, наверное, вместо себя я туда порекомендовала нашего актера Евгения Корнева, который счастлив работать в Ресебе. Поэтому моя карьера педагога там закончилась, потому что у меня изменились графики и в связи также, по-моему, может быть, даже это было в связи с нашим театром, когда я претендовала на конкурс, что я уже избавлялась от работ вне театра. А что вы преподавали? Актерское мастерство. А значит ли это, что студенты из Ресебы могут потом как-то попасть в трубу? Нет, не значит. Нет. В Ресебе там много разных направлений, и из четырех лет первый курс они проходят множество предметов. Один из них – актерское мастерство. Дальше на втором курсе они выбирают, будут они операторами, режиссерами, сценаристами и так далее, это их выбор. Но актерское мастерство в первом курсе Ресебы – это одно из дополнительных занятий, чтобы студент понимал, что в принципе означает актерское мастерство, если в будущем он как режиссер будет работать с актерами, чтобы он понимал хоть немножко эту курсу. А для бизнесменов, как вы думаете, это в принципе пригодилось бы? Я думаю, что это один из главных предметов для бизнесменов. Актерское мастерство. Уметь себя, может быть, изобразить более, преподнести, чем есть. Это раз, а во-вторых, самое неотъемлемое качество – быть уверенным. Потому что волнение всегда присутствует на переговорах и в каких-то семинарах огромных на большую аудиторию. Нужно уметь себя преподносить, не волноваться, держать себя в струне. По поводу, вот вы упомянули о регламенте поведения в театре, да, может быть, не возбраняется танцевать, или наоборот, возбраняется. Были ли у вас во время спектаклей какие-нибудь действительно случаи, когда люди себя вели с очень странным образом? Ну да, конечно, вот недавно. Что это было? На «Короле Лире» какой-то человек свистнул, когда Яков Абрамович, играющий Лира, поцеловал. Нет, 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 он свистнул не в этот момент. Он свистнул за занавесом, да. Начинается у нас действие с того, что актер в обнаженном виде стоит. Тишина. Тишина. Но кому-то очень понравилась, наверное, пикантность сцены. Это цепление, да, да. Да, кто-то дал оценку этой сцене с свистом, но кто-то его поставил на место. Может быть, мы сами сразу же поставили это в актере. Это чувствуется, да. А как это актер со сцены делает замечание, или каким образом это происходит? Нет, нет. Это не обязательно на человека даже смотреть. А. Ну да. Я не люблю слово «энергетика», «энергия» и так далее. Но, однако, есть уйма способов, как показать человеку, что он не прав. Странно. Ну, а я люблю это слово. Какое? Энергетика. Энергетика. Много в театре об этом говорится. Вот он такой, энергетика какая-то. Я этого немножко боюсь. Есть психофизика, есть такие вещи, как какая-то природа человеческая, да. Но энергия все-таки это электричество, да. А мы, наверное, если есть духовная энергия, об этом разговаривать может быть. Кстати, Яков Абрамович, когда был в студии, он говорил о том, что как он ужасно не любит, когда у зрителей начинает трезвонить мобильный телефон. И это… Это до сих пор? Бывает? Яков Абрамович очень чувствительна ко всему, не только к мобильникам, но и к другим звукам, поэтому упомянутый «Король Лир». У меня немножко даже сердце замерло, что мне показалось, сейчас Яков Абрамович остановит действие и что-то скажет. Но нет, он протерпел, мы пошли дальше, это была единственная такая оценка этого зрителя, дальше все было хорошо. Насчет мобильных телефонов, к сожалению, да, к сожалению, мобильные телефоны, наверное, на каждом спектакле практически. Это проблема, это болезнь, это болезнь просто. Ты приходишь в театр для того, чтобы сконцентрировать свое внимание, как-то прожить с актером эту ситуацию, посмотреть на замысел режиссерский. При чем тут телефон? Какой телефон? Конечно же… Давайте книжки читаем на спектакле. Самое обидное, когда приходят женщины в возрасте, именно женщины, не умеют выключить мобильный телефон, и он начинает звенеть какой-то Антошкой или пойдет на мальчишку, и она делает вид, что это не ее. Она еще так отталкивает суку от себя, пока не начинают все зрители просто активно помогать ей выключать телефон. Привет! Я на спектакле! Я перезвоню в Антракт. Ну что, ну как бы… Ну да. Мы там четвертую стенку какую-то выстраиваем, ломаем ее. Проблемка есть. Конечно. Как бы сказала. Хорошо, свистят, телефоны звонят, еще что-нибудь. Нет, свистят – это слишком… Ну, главное. Единственный случай. Единственный такого нет. А так вообще у нас воспитанный зритель. Очень. Хотелось бы в это верить. И все это идет из кукольного театра, действительно, потому что, ну, как бы, зритель воспитывается с младенчества, действительно. Вот недавно, да, такой резонанс вообще в СМИ был, я увидела об этом на «Латвия Савизе», которые опубликовали ваше письмо о том, что коллектив на театральном празднике, «Ночь лицедеев», да, это национальное мемя театральное, что вы, ваш коллектив, чувствовали себя лишним, да, изолированным, если можно так сказать. Может быть, поподробнее об этом. Вот почему, да, действительно, вот вроде бы, кажется, вручаются театральные премии, но почему-то вот все время как будто бы игнорируются спектакли. Это уже не первый год. Это из года в год, из года в год, как я себя помню в русском театре, постоянно во мне присутствовало это ощущение, как и практически, наверное, у всех моих коллег, которые со мной согласятся, это отчужденность. И вроде бы мы последние годы стараемся быть очень открытыми, и действительно, закулисные дела, атмосфера, мы стали очень дружны, латвийские театры. И нас изнутри уже не отделяют как-то. Мы внутри, мы обмениваемся актерами, режиссерами, сценографами, все происходит. Мы празднуем вместе Старый Новый год, ездим на Спартакиаду. Все, как только приходит премия Ночи лицедеев, мы сразу ощущаем себя на периферии театрального праздника. Из-за чего? Там же те же люди. И здесь я нахожу проблему, быть может, наш театр сам долгие годы как-то отстранялся от пространства латвийских театров по каким-то причинам. И сейчас мы стараемся эту стенку разрушить. И я сама, так как я являюсь также членом правления Союза театральных деятелей, который организует этот праздник, я уже не первый год поднимаю эту тему после каждой из Павел Манюн акций. И каждый год все со мной соглашаются. Да, в следующем году нужно как бы поменять этот формат, надо-надо, но каждый год это надо не становится реальностью. Каждый год мы как-то теоретически это все обсуждаем, но выливается все-таки это не так, как было бы приятно абсолютно всем театрам, в частности и нашему театру. Поэтому в этом году, когда я вышла из зала церемонии, увидела лица наших актеров, даже не печальные лица, я не знаю, как назвать эти лица, мне стало очень обидно за наш коллектив, прямо эмоционально обидно, что те попытки, которые мы делаем изнутри, я лично, они не меняют ничего именно в 23 ноября, в празднике, который смотрят большинство латвийцев, слушают по радио большинство латвийцев. Мне становится обидно, что именно на таком публичном празднике мы вдруг становимся как бы менее актуальными. И поэтому я подошла к сценаристу праздника, которым оказался мой очень близкий друг, однокурсник. И я задала вопрос, ты делал этот сценарий, почему мы ни разу не прозвучали в актуальности? Может быть, слушателям поясните, в каком ключе вы ни разу не прозвучали? Вы же номинированы были? Да, мы номинированы, подождите, я закончу. Значит, 4 часа происходит действие на сцене, из этих 4 часов сделан сценарий, который базирован на каких-то актуальностях латвийских театров. Шутки, какие-то остроты, информация, рассказы. На базе этого сценария, за 4 часа, русский театр не существует. Ни одной информации о наших актуальностях, за этот год у нас было очень много актуальностей. Только номинированы там, там, там и там, и там, и там. А дальше все, что происходит между собой, нас как бы нет. И когда я вышла из зала, из программы повествования вечера, и за эти 4 часа мы чувствуем себя, зачем мы пришли, ну как-то, да, ну мы номинированы, но нас вроде бы и нет. И когда я подошла к своему другу сценаристу и задав вопрос, что происходит, объясни мне, почему он побледнел, покраснел, еще раз побледнел. Я поняла, что он отматывает все действие, которое произошло, и сам пребывает в шоке, что он не заметил, что он не включил. И здесь я поняла в этот момент, что проблема гораздо глубже. Что это проблема осознания вообще публичности театрального пространства. Что не желая нас задеть или обидеть, ну как-то автоматически мы просто исключены. Просто автоматически. И это запрограммировано. Да, мы дружим, все хорошо, но что-то на каком-то уровне осознания отсутствует. И здесь во мне произошел щелчок. Я поняла, что дальше просто интеллигентно, корректно обмусоливать эту тему за кулисами нету больше никакого смысла. Нужно просто очень резко попытаться поменять сознание и осознание. И внимание на наш театр привлечь также публичным способом, как публичным способом привлекается внимание на спелму нюнак за большинство латвийцев. Вы обратились к общественным СМИ. Поэтому мое обращение именно к латвийским СМИ. Письмо специально написано только на латвийском языке, потому что я очень опасалась от вызывания каких-то воинственных вопросов русские и латыши. Абсолютно это не наша цель, потому что мы дружим, нас принимают, к нам ходят, у нас полные залы. Как я писала в письме, наш театр за 18-й год, наибольшая прибыль среди всех театров. Поэтому в этом проблемы нет. Мы актуальны. И латыши ходят. И латыши ходят. Больше 40%. Проблема в другом. Именно в осознании профессионального пространства. Вот это наши принадлежности к латвийским театрам. И поэтому таким обращением моя попытка сделать это более, не то что резко, а более явным. Что, ребята, хватит нам болтать между собой, давайте уже менять. Вы же знаете, что ответ не заставил себя ждать, что эта творческая команда сказала, что якобы вам было направлено письмо. Вас попросили перед этим сценарием программы вечера описать те театральные события, которые были у вас на протяжении этого года. Которые могли бы быть включены в этот сценарий вечера, но вы этого не сделали, не прислали. Каждый год после Spellmanian Act в ЛТДС происходит обсуждение церемонии. Что было хорошо, что плохо, что нужно исправить и так далее. 9 декабря будет обсуждение этого года, где также буду участвовать я. И наверняка будут заданы вопросы по моему письму. И мы будем общаться. И будем разъяснять свои позиции. И строить планы на следующий год. И то, что касается присланных писем, знаете, я это опускаю на второй план. Письмо могло затеряться. Мы его не прочитали. Даже если оно было послано. Но вы не знаете, было ли оно послано? Мы его не получили, понимаете. И здесь можно спорить. Они могут говорить, что отослали. Ну хорошо, отослали. Допустим, даже если отослали. Здесь тогда вопрос становится еще более острым. Если бы на это письмо не ответил Национальный театр или Театр Дайлс, продюсер, который организовывает мероприятия, он бы оборвал телефоны, чтобы понимать, что включить в сценарий. И так как от нас ответа не последовало, то почему продюсер не исполнил свои прямые обязанности? Мы возвращаемся опять к вопросу осознания того, насколько мы актуальны на данный момент в этой премии. Ну, письмо было опубликовано. Ряд латышских, я поясню, СМИ его опубликовали. Это взяли у общественного телевидения. Вы туда, да, изначально? Мы отослали на ЛСМЛВ. Это, я понимаю, как общественный портал. Оттуда уже все брали. Кто-то сами звонили, просили, пожалуйста, пришлите нам. Мы присылали. Вот клик был среди ваших коллег. Вот эта ситуация начала действительно обсуждаться. Вам звонили или говорили, ну ладно, не придумывайте. Нет, нет, все наоборот. Мне звонят и пишут, да, она молодец, наконец. Наконец, наконец, какой-то конкретный шаг, который способен изменить эту ситуацию на уровне практики. Это с какой стороны вам звонили? С обеих. С обеих? Да, подходит там на ушко шепчет. То есть все согласны? Большинство, я не слышала ни одного мнения, который бы сказал, зачем это письмо, или вот ты не права. Ни одного такого мнения не было. Мне будет интересно послушать 9 декабря своих коллег, которые соберутся. Там будут все и организаторы, и непосредственно режиссеры, сценаристы и так далее. Я очень жду этой встречи, потому что я уверена, что чисто практически и ментально все со мной согласны. Поэтому я не получаю таких волны, негаций или какого-то упрёка, потому что все понимают, что это правда. А ведь, Данна, скажите, нет ли здесь вообще параллелей, потому что часто, если проводить параллели, игнорирование, то есть какого-то самого факта существования того, что русский, русская культура является частью этого пространства, если чуть-чуть обобщая. Знаете, я вам хочу сказать так. Я в своём письме тоже написала. Я отказываюсь верить, что политические попытки нашего государства делить жителей на два лагеря как-то способны повлиять на культурную зону, потому что культура, она должна созидать, а не разрушать. И если бы это было так, то латышские театры не ставили бы русскую классику, не приглашали бы русских режиссёров, русских актёров на свою сцену. Поэтому я здесь всё делю на два, и я понимаю, что мы сами в один момент стали виновниками этой ситуации. Потому что во времена КАЦа в Советском Союзе наши залы были не то что распроданы, люди на потолках висели и съезжали со всех уголков Советского Союза, и не только, чтобы быть в нашем театре. В какой-то момент произошёл щелчок, и наш театр сам стал осознанно выстраивать четвёртую стену, от которой мы уже много лет пытаемся избавиться. Наши попытки до этого были очень мягкими, корректными и как бы такими завуалированными. Но вот эта ночь положила, наверное, точку моих попыток быть мягкой и вести закулисные работы, а уже сделать такое, наверное, более… Ваш коллектив вас поддерживает, Родион, да? Абсолютно. Ну, я за всех говорить не буду, но здорово, что об этом можно говорить. Это очень важно. Ну, для меня… Я всего лишь… Я работаю второй год в труппе, да, но с этим театром я как бы всю жизнь. И, конечно, это болевая какая-то точка. Дело даже не в каком-то внимании, да, а дело в том, что мы здесь, мы тоже, и мы ничуть не хуже. И когда мы общаемся просто в актерской среде с латышами, с кукольным театром, все очень много спрашивают про театр. А когда вот это вот так вот публично действительно, ну, просто нивелировалось наше присутствие в этом пространстве, ну, как-то для меня странно было. Потому что все общаются вместе в свободное время от работы. Мы не просто коллеги, мы друзья действительно. А тут как-то так. Поэтому я поддерживаю. В WhatsApp вас тоже поддерживают, пишут. Спасибо за ваш труд. Пятая школа с вами. Да, на это вам. Спасибо, Юлга. Да, передают привет нам. На этом пора заканчивать. Да, ну, наверное, мы еще раз просто… Еще раз напомним. Чтобы на хорошей такой ноте позитивной, рождественской, с чего мы и начали. То, что будет концерт 13 декабря премьера. И это будет очень, ну, наверное, необычного для театра, такой эксперимент, такой, я понимаю, концерт-спектакль, концерт-мюзикл, можно сказать, вот, соединяющий и поющих актеров, и песни, которые все любят. Так что приходите, всего два месяца пока, во всяком случае. Да, надо успеть. Надо успеть посмотреть. Limited edition. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.